Продолжаем освещать происходящее в Украине и мире и далее о главных событиях к этому часу. На рассвете российско-оккупационной группировки обстреляли позиции украинских военнослужащих на Светлодарской дуге. Под огонь минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали украинские защитники возле Луганского. По предварительной информации, потерь в вооруженных силах нет. Об этом телеканалу UATV сообщил спикер штаба антитеррористической операции Василий Лобай. Он также отметил, что накануне вечером оккупанты обстреляли сам поселок. Выпустили по Луганскому не менее полутора десятка мин калибра 120 и 82 мм. Поскольку обстрел произошел в вечернее время, его последствия пока неизвестны. Сейчас украинские военные выясняют, есть ли разрушение жилых домов и есть ли жертвы среди мирного населения. На этот момент не поступало обращения от гражданского населения по поводу каких-либо разрушений. Мы следим за ситуацией. В Луганское выехала наша мобильная группа. Семь обстрелов зафиксировали в штабе антитеррористической операции на протяжении минувших суток. Один украинский военнослужащий получил ранения. На Луганском направлении российско-оккупационные войска били из минометов, гранатометов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям вблизи Светлодарска. Из запрещенных минскими соглашениями тяжелых минометов обстреляли защитников Луганского и Троицкого. По позициям возле Новоалександровки вели огонь из минометов и гранатометов. Луганские оккупанты обстреляли из минометов, в том числе тяжелых. Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о национальной безопасности. Об этом сообщил спикер Андрей Порубий. Проект направлен в профильный комитет. Он будет рассмотрен в безотлагательном порядке. Закон приблизит систему управления оборонного сектора Украины к стандартам НАТО. Рассмотрение дела о государственной измене беглого президента Украины Виктора Януковича перенесли на 6 марта. Сегодня заседание оборонского суда Киева не состоялось из-за неявки защиты. Судья Владислав Девятко сообщил, что в суд поступило заявление от адвокатов с просьбой объявить перерыв в связи с отъездом к подзащитному на территорию Российской Федерации. На сегодняшнем заседании должны были допросить первого свидетеля стороны защиты, экс-главу главного управления СБУ города Киева Александра Щеголева. Виктор Янукович сбежал в Россию в феврале 2014-го в Украине. Экс-президент фигурант ряда уголовных дел по факту экономических преступлений, государственной измены, а также преступлений против участников Евромайдана. Эксперты ООН установили причастность Северной Кореи к использованию химического оружия в Сирии. Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на доклад, который подготовили 8 экспертов ООН. За период с 2012 по 2017 годы они выявили как минимум 40 фактов неофициальных поставок из КНДР в Сирию, компонентов для изготовления баллистических ракет и химического оружия, пишет издание. Сам доклад еще не обнародован и будет ли он вообще опубликован, пока неизвестно, заявил спикер ООН Стефан Дуярик. Гражданская война в Сирии против режима главы государства Башара Асада продолжается с 2011-го. С 18 февраля этого года правительственные войска бомбят район Восточной Гуты, несмотря на требования резолюции ООН прекратить военные действия на 30 дней, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей. Метели и морозы принес циклон с Балкан и в Украину. Обильные снегопады прошли в южных, центральных и восточных регионах страны. По состоянию на утро обесточены 97 населенных пунктов в 11 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Так, в Донецкой области обесточено 29 пунктов, в Харьковской – 19. Вечером и ночью спасатели помогали выбраться из снежного плена водителям, застрявшим в снежных заносах. С начала действия циклона больше всего снега до 25 сантиметров выпало в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Как сообщают в Украфтодоре, для расчистки дорог задействовали 1336 единиц техники и почти 2000 работников. Проезд по магистралям государственного значения и на перевалах обеспечен. «Зверь с востока» – так британские СМИ назвали циклон из Сибири, который принес аномальные морозы сразу в несколько стран Европы. Засыпало снегом Великобританию, Францию и Хорватию. Подробнее о непогоде в этих странах расскажет Анжела Ляшко. В Великобритании эту неделю назвали самой холодной за последние пять лет. В некоторых районах столбики термометров опустятся до минус 10. А толщина снежного покрова на востоке страны достигла 10 сантиметров. Сотни школ по всей стране закрыли, а жители призывают по возможности не выходить из дома. Открыть школу сейчас небезопасно из-за непогоды. Сильные снегопады продолжаются. Передвигаться общественным транспортом проблематично. Поэтому я не хочу подвергать риск у наших учеников. В Париже из-за морозов здания выставочных центров превратили в укрытие для бездомных людей. Там они могут переночевать, выпить горячего чаю и поесть. Работать центры будут до 5 марта. Обычно температура в феврале здесь не опускается ниже 8 градусов тепла. Сейчас на улицах французской столицы минус 5. Вчера вечером в центр уже пришли 169 человек. Мы делаем все возможное, чтобы люди, у которых нет постоянного места жительства, могли укрыться от холода здесь. Также работают горячие линии экстренной помощи. Почти 2 метра снега выпало в западной части Хорватии. Тут 20 градусов мороза. В городе Дель на дороге расчищают с помощью тракторов и снегоуборочных машин. Замерзли лодки в Бакарской бухте. Синоптики предупреждают. Снегопады могут привести к сбоям в работе мобильной связи и перебоям подачи электроэнергии. Метеорологи говорят, температура начнет повышаться с воскресенья. Анжела Ляшко, UATV. Новости в режиме онлайн на наших страницах, в соцсетях, а также на сайте канала UATV.UA. Следующий выпуск смотрите через 2 часа. Не пропустите, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok